Приветствую вас. На самом деле есть очень простое объяснение тому, почему у вас не может долгое время пройти обиды. Дело в том, что обида в основе своей имеет место ожидания, то есть обида в основе своей это ожидания. А ожидания, они произведены по требностям. То есть у вас есть определенные желания, вы пытаетесь это желание реализовать и соответственно возникает то, что возникает. Соответственно определенные ожидания, если они у вас есть, эти ожидания, они ну в общем никуда не деваются, они в общем никуда не уходят. Это потому, что ожидания они через вас. Вот. И основная ваша ошибка, системная ошибка заключается в том, что вы хотите удовлетворить свои желания через другого человека. Вы хотите реализовать свои желания через другого человека, вы считаете, что, к примеру, ну к примеру, да, что другой человек должен вам столько, вы считаете, что другой человек обязан вам столько и так далее. Вот. А мне кажется, что это в корне является неверной позиции и неверным отношением к вашим желаниям в принципе. То есть у вас есть какие-то подрывности, у вас есть какие-то желания, но вы эти желания не реализуете. По ряду причин, к примеру, ну по ряду причин вы эти желания не реализуете, вы их оставляете. Вот. Вы их оставляете для реализации, к примеру, ну к примеру, другим человеком. Вот. Эта позиция является очень уязвимой, потому что вам, вы по сути остаетесь без удовлетворения себя, вы по сути постоянно не удовлетворены. И именно ваша постоянная не удовлетворенность, именно она и, скажем так, подпитывает, вот, обиды, подпитывает, как какую-то вот, ну, раздражительную энергию, которая у вас есть на человека. Вот. И не позволяет вам жить, жить, собственно говоря, дальше. Вот. Поэтому, на мой взгляд, то, что нужно сделать вам, это посмотреть, что вы хотите и реализовать это, что вы хотите. Ибо, еще раз повторю, ожидания, лежащие в основе вашей обиды и потребностей, они более чем адекватны, они более чем естественны. Они нужны. Они нужны. Они важны. Но то, что не нужно, это ожидание того, что другой человек будет делать для вас то, что вы хотите. Вот это, пожалуй, является тем, что причиняет вам, ну, наибольшую боль, наибольшее сожаление и наибольшее раздражение. Вот. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. То есть, задача рассмотреть причины обиды. Задача рассмотреть ожидания и задача увидеть, какие в основе этих ожиданий лежат желания, в том числе и ваши желания. Вот. И когда это будет сделано, то я полагаю, что вы сможете, наконец, опустить и перестать обижаться. С другой стороны, с другой стороны, простить это означает принять. Да, то есть, вот именно принять человека, именно принять его позицию. И, коле вы сделать этого не можете, коле вы сделать это не способны, значит, вы не понимаете, не принимаете, точнее, человека, не можете его принять, принять его позицию и так далее. Вот. Почему вы не можете принять его позицию, а это уже, на самом деле, очень большой вопрос, очень важный вопрос. Вот. Потому что, опять же, давите ваше дальнейшее состояние обиды. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Поэтому, вы думаете, наверное, что человек обидел вас, потому что он хотел причинить вам боль, к примеру. Вот. Это, безусловно, безусловно, это не так, то есть, человек не хотел причинить боль. А если и причинил, то он это сделал отнюдь не потому, что вы какая-то, вот, скажем, скажем, ну, плохая и так далее, а просто он это сделал для себя. То есть, чтобы принять, нужно понять. Вы пока не понимаете, безусловно, то, почему он так поступил. Вот. Ну, это можно разобрать и можно помочь вам увидеть то, что кроется за обидами ваших и за его действиями. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, да, можно разобрать, почему человек поступил именно так, а не иначе. Вот. То есть, чтобы вы увидели, к примеру, да, что он это сделал не за вас, он это сделал по своим, ну, по своим другим каким-то причинам. Вот. На мой взгляд, это и есть один из ключевых моментов, который вам нужно разобрать. То есть, с одной стороны, это ожидание, с другой стороны, это вот именно то, о чем я вам пытаюсь сказать. Вот. А надеюсь, что мой ответ вам помог, да, то есть, сместите, сместите фокус обилия, да, себя на, собственно, человека и... Посмотрите, почему он сам мог это сделать и чего хотите вы. Я полагаю, что вам будет гораздо проще и легче после этого. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучшим, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад вам помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи.